Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работать в прямом эфире. И на этой неделе произошло, я бы сказал, знаменательное событие. Может быть, в какой-то степени сенсационное. Сейчас мы об этом поговорим. Оправданы все обвиняемые по делу о цифровом телевидении. Это решение Рижского окружного суда. Я так понимаю, что, наверное, прокуратура будет пытаться использовать такую, не знаю, последнюю надежду. Это касается, по-моему, Верховный суд. Но, насколько я понимаю, Верховный суд уже не проверяет собранные по делу доказательства, смотрит ли, были ли процессуальные нарушения. Обо всем об этом не только мы поговорим с адвокатом, присяжем адвоката Дмитрия Скачкова, который представлял как раз одного из обвиняемых, если я не ошибаюсь, это всем нам хорошо известный, Андрей Секис. — Да, совершенно верно. Доброе утро, Абик. Доброе утро, радиослушатели. — Да. Вот можно ли считать вот это решение Рижского окружного суда в какой-то степени сенсационное? Я понимаю, что адвокаты стараются воздерживаться от каких-то таких вот очень эмоциональных эпитетов, но тем не менее. — Да, стараются, потому что иногда просятся на язык такие эпитеты, которые говорить нам не позволяет профессиональная этика, поэтому мы пытаемся держать себя в рамках. — Ну да, как бы это дело действительно стало своего рода сенсацией, прежде всего я хочу использовать эту возможность, чтобы поблагодарить суд за смелость и за готовность выносить обоснованные и правомерные приговоры, которых общество не ждало и, может быть, отчасти не хотело. Вот почему, собственно, общество этого приговора не ждало? Я считаю, что главным образом это можно поставить в заслугу пропагандистам той либерал-шизофрении, которая господствует у нас в стране. Людям годами полоскали мозги, рассказывая им о том, какое произошло страшное мошенничество. — С этим цифровым, дигитальным, как его называют. — Причем пропагандисты не очень утруждали себя объяснениями, почему это мошенничество и в чем оно заключалось, просто повторяли клише и делали это лет 20. — Что какое-то мошенничество было, да? — Да, да. Я, кстати говоря, подобрал пару цитат, потом, если время останется, приведу примеры такой вот неудачной и слабенькой в профессиональном плане пропаганды. Это как бы пока оставлю за скобками. Так вот, людям полоскали мозги, они привыкли думать, что там все понятно, что там всех осудят, что и всех там и надо осудить. — Конечно. На самом деле все оказалось гораздо сложнее. И чтобы обозначить, прежде всего, основную позицию, она заключается в следующем. В конце 2002 года был заключен договор о введении цифрового телевидения. Со стороны государства его представляла компания «Дигиталайз Латвия» с «Радион Телевизиэс Центр» с «ТЛРТЦ», со стороны предпринимателей компания «Кемпмайер». Вот про «Кемпмайер» рассказывали, что это компания «Почтовый ящик», «Мошенники», там нет специалистов, они ничего вводить не собирались, они собирались сделать дороже это и так далее. На самом деле «Кемпмайер» приступил к исполнению этого договора и исполнил в тех пределах, в которых успел и смог это сделать. — До начала всей этой эпопеи. — Да, как только начался ажиотаж, конечно, исполнение приговора было искусственно прервано, и прервано было не «Кемпмайером» договора, а прервано было новым политически лояльным правлением «ДЛРТЦ». И, в принципе, техника, которая была поставлена в рамках этого договора, она впоследствии и была запущена, и работает до сих пор. — А в чем же преступление? — Вот именно. — Позволить тебе спать? — Вот именно, и не было никакого преступления, абсолютно. — То есть вообще не было преступного деяния? — Абсолютно не было преступного деяния, поэтому сегодня, наконец, спустя многие годы, вынесен оправдательный приговор всем обвиняемым. — Ну, этого дела достаточно продолжительная история, на самом деле оно должно было развалиться гораздо раньше, и многие факты об этом свидетельствуют. — Ну вот мы говорим такой юридической составляющей, да, я не знаю, насколько адвокаты склонны говорить о человеческой или эмоциональной, но я вот себя представляю с ужасом, да, ведь вы сказали, что вот этот договор был в 2002 году, уголовный процесс начался в каком, в 2007 или 2008, если не ошибаюсь? — В 2003 году был возбужден сам процесс. Следствие длилось до 1 октября 2007 года. 1 октября 2007 года было принято решение о передаче дела в суд, и дальше длился судебный процесс. — Теперь, вот если позволите, как все это развивалось в фильме «Покровская евро» ступенчато. На самом деле, дел, связанных с цифровым телевидением, было три. — Три. — Было и есть. — Первое дело, о котором мы сейчас начали говорить, большое цифровое условно. — Развалилось в итоге. — Да. Было еще так называемое маленькое цифровое или второе цифровое. Это было дело, против шести человек там были предъявлены обвинения, сводились они к тому, что DLRTC, вот этот самый дигитальный центр, был незаконно ликвидирован. — И сейчас третье в суде — то самое громкое дело, в котором фигурируют господин Штелла и господин Шлессерс. Его я особо комментировать пока воздержусь. — Да, но это очень хорошо, что вы сказали. Я хотел бы акцентировать внимание наших радиослушателей, потому что понятно, что никто так в нюансах не следит, те, кто не связаны с этим процессом, и все подумали, что в этом деле о цифровом телевидении оправдан Штелл и Шлессерс. Это другое дело, выделенное отдельно, я так понимаю. — Да, это совершенно другое дело. Я еще не слышал, что кто-то так подумал, но на самом деле не удивлюсь, потому что авторы этих всех трех дел приложили максимум усилий к тому, чтобы там никто ничего не понимал, чтобы там было трудно работать в суду, чтобы там трудно было работать в защите, и уж, конечно, чтобы общество тоже было не особенно понятно, о чем этот фильм, о чем это дело. — Ну так вот, значит, три дела. По поводу малого цифрового. Я уже сказал, там все три инстанции, всех шестерых обвиняемых оправдали. Там не было ни одного обвинительного приговора. Вообще никогда. — Это уже о чем-то говорит, да. — Да, это уже говорит о многом. — И суд в этом втором цифровом деле, апелляционный суд, рассматривая его, указал на то, что прокуроры выполняли свои обязанности некачественно, в том числе, когда они изменяли обвинение, что обоснование их процессуальных действий неубедительно, и что с их позицией суд апелляционной инстанции не согласен. — Очень важно отметить, как и в большом цифровом деле, так и в малом цифровом деле обвинение пыталось исправить свои ошибки и недоработки уже на стадии судебного разбирательства. — В принципе, уже плохой стиль, скажем так. — Ну, конечно. В 2012 году обвиняемые начали давать показания в большом цифровом деле. После того, как они дали показания, обвинители решили, что надо менять обвинение и попытались его исправить. — Ну, в принципе, это им не очень удалось. Нечто похожее было и во втором цифровом деле. Второе цифровое дело развалилось полностью и очень быстро. Первое цифровое дело. Как оно разваливалось? Оно разваливалось постепенно. — Значит, в суде первой инстанции 13 человек было осуждено, но из них двое, как минимум, вот так по памяти и документам сейчас могу утверждать, двое, как минимум, оправданы были частично, то есть по части предъявленных им обвинений. Полностью было оправдано пять человек. Причем из этих пяти оправданных ни в отношении одного из них не был отменен оправдательный приговор. Далее, в суде апелляционной инстанции четверо еще оправданных. — Из этих 13, да? — Да. И эти оправдательные приговоры устояли. Ну, по-моему, все эти обстоятельства ясно указывают на то, что дело должно было развалиться гораздо раньше. И только беспрецедентное давление на суд, только чьи-то карьерные соображения и политические заказы, наверное, предопределили тот факт, что оправдательный приговор, оглашенный в понедельник, был для общества неожиданностью. Ну и, наверное, не вызвал большого интереса по этой причине у тех средств массовой информации, которые годами добивались обратного результата по этому делу, выполняя, обслуживая чьи-то не очень достойные интересы. — Так вот, я все-таки возвращаюсь к такой эмоциональной составляющей, хотя она имеет, я думаю, и правовое измерение, я имею в виду в смысле компенсации. Я на это сейчас пытаюсь, вот ваш подзащитный господин Экист, фактически получается, что почти 18 лет жизни было потрачено, я представляю, сколько нервов и так далее, эмоций, денег, всего чего угодно. Может быть, и карьерные какие-то были последствия негативные. Вот провел вот в этих всех бесконечных заседаниях, пересуживаниях, выяснилось, что человека преследовали 18 лет, ну, с третьего года, да, 17, хорошо, почти 18 лет, совершенно неоправданно. Что дальше будет? Что? Спасибо большое и до свидания. — Ну, мы пока не обсуждали с клиентом вопрос о компенсации. — Да, но это может быть как компенсация. — Закон такую возможность предполагает, однако мы пока подчеркнем, что мы этого вопроса даже не обсуждали. Для нас принципиально важно, чтобы этот процесс, наконец, завершился. И, в частности, было бы вообще идеально и более того, было бы справедливо со стороны прокуратуры свои ошибки признать, извиниться и этот приговор не обжаловать. — Ну, по первым высказываниям, по-моему, пока прокуратура не готова на это пойти, да? — Да, к сожалению, первые высказывания об этом не свидетельствуют. Прокурор Зелч уже успел отметиться в прессе. Это ради бога, мы все это делаем. Но, наверное, всегда стоит подумать, что ты хочешь сказать обществу и зачем. — Говорить о том, что приговор тенденциозный, как он позволил себе выразиться, это, на мой взгляд, верхнее уважение к суду, причем не в том, оно заключается, что прокурор с судом не согласен, это нормально, а в том, что он даже не читал этого приговора еще. Полного-то текста еще нет, полный текст еще пишется. Суд назначил 26 июля когда-то составление полного текста, но предупредил, что вряд ли к этому числу успеет. Так вот, прокурору уже все понятно. Чукча не читатель, Чукча писатель. Он приговора-то еще не видел в глаза полного, но у него уже есть мнение. Ну, вот, пожалуйста, это наглядное свидетельство его правосознания, его уровня этики и его профессионализма. — Я так понимаю, что, видимо, представитель прокуратуры по-прежнему усматривает преступное деяние, когда для суда очевидно, что его там нет, да? Так я понимаю. — Судя по заявлениям господина прокурора, да, его мнение таково. — А ущерб кому нанесен? Ну, в принципе, если есть преступное деяние, то ущерб кому нанесен и чем? — Да, это тоже тема немаловажная. Собственно, второе цифровое дело, о котором я рассказывал, родилось ровно потому, что в результате ликвидации ДЛР-СТЦ выяснилось, что и потерпевшего нет, и, соответственно, нет ущерба. Так вот, ущерб прокуроры пытались все эти годы обосновывать. Математика, однако, у них получалась достаточно неубедительная. Это, кстати, одна из важнейших причин, почему Верховный суд и отменил предыдущий приговор апелляционной инстанции, по которому часть обвиняемых все-таки была признана виновной. Но вот смотрите, прокурор утверждает две взаимоисключающие вещи. С одной стороны, он говорит, весь договор изначально мошеннический, вся сумма договора, даже не заплаченная еще, является предметом мошенничества. При этом в других частях обвинения высчитывается математическая разница между деньгами, которые ДЛР-СТЦ перевел Кингмайеру, и стоимостью техники, которая была поставлена. Причем по какой-то неведомой причине прокурор за основу своих исчислений берет цены заводские, у ворот завода в ряде случаев. То есть почему-то он считает, что оборудование оно как-то само должно по воздуху перелететь сюда, уплачивать таможенные сборы, считаться с колебаниями валютных курсов, транспортировкой, страхованием, это все не важно. — Так он может прийти тогда в супермаркет и потребовать, чтобы ему по заводской цене что-то продали в магазине? — Ну, по большому счету, да. — Ну, просите за такую параллель, да. — В принципе, я эту параллель много лет приводил в суду, немного другими словами, но принцип такой, да. То есть, в общем, если есть какая-то математическая разница между чем-то и чем-то, значит, вот это вот прибыль, а прибыль получать нельзя. Такова была в общих чертах логика прокуратуры в данном деле. — А что, это разве благотворительность была? Почему прибыль нельзя? Разве основа бизнеса не излечение прибыли, нет? — Разумеется. Кстати, вот хороший момент. Об этом деле активно и много писали и снимали некоторые средства массовой информации. Ну, вот небезызвестный пропагандистский канал ТВ-3 и журнал «Ир» об этом писал. Вот шесть лет назад, когда был оглашен приговор суда первой инстанции, журнал «Ир» написал следующее. Значит, они сразу в статье своей указали, что речь идет о мошенничестве. Эта статья была на их портале опубликована 22 июня 2015 года и пишут. Сначала процитирую в оригинале, потом переведу. То есть они говорят, утверждают, что из дела видно, что дигитализация с самого начала была построена как идея получения прибыли местными деятелями, которая была преподнесена обществу как деятельность респектабельных иностранных предпринимателей. Это буквальная цитата. А что не так? Вот человек, который писал эту ерунду, вообще хоть раз голову включил и подумал, что он пишет и кому он это рассказывает. Она, вернее, к сожалению. Где, в каком законе запрещено получать прибыль? Вот дама, которая эту статью писала, она вообще за счет чего бы жила и за счет чего бы получала гранты и дотации, которые некоторым журналистам выплачиваются, если бы не было на свете людей, которые получают прибыль и платят с нее налоги. Да, ну хорошо, ладно. Я думаю, что мы не будем журналистов. Нет, дело не в этом, просто вполне возможно, что... Но это очень важно все-таки, согласитесь, если журналист что-то говорит обществу, он должен объяснить это. Ну да, не в смысле, что я сейчас пытаюсь оправдывать коллег, я просто исхожу из того, что когда правозащитный орган, еще когда-то мы считали, я имею в виду прокуратура, с пеной урта доказывает, что вот продажа не по заводским ценам, это уже мошенничество, да, ну что же тогда хотеть от журналистов? А вот тут я с вами полностью согласен, вот тут я полностью соглашусь. Вполне возможно, что даже эти журналисты, которых я, честно говоря, не очень люблю вот этих и не очень уважаю, они все-таки доверились государственному учреждению и имели право ему доверять. Вот об этом-то идет и речь. Наверное, они имели право доверять и тем политикам, которые им всю эту историю рассказывали, но доверяй, но проверяй. А бывают ли ситуации, ну вот на вашей памяти, я понимаю, что вы не ведете статистику, не занимались научные исследования, когда прокуратура, да, уже по делу, где, ну, я не знаю, все оправданы за отсутствие вообще состава преступления, говорит о том, что, ну, между собой решает, пускай не публично, что мы вообще дальше это обжаловать не будем. Ну, нет там перспектив, зачем нам продолжать позориться? Мы видим, что действительно, так сказать, там работник нашей прокуратуры сработал неправильно, мы дальше не будем, пускай этот приговор вступит в законную силу, мы не будем его обжаловать только потому, что нужно нам защитить, не знаю, честь мундира, или там свою карьеру, или упрямство, или доказать судье Икс, что они неправы. Были такие вот на вашей памяти? Я так сразу вспомнить подобного случая не могу. По громким делам этого практически не бывает. Я знаю очень многих толковых, деловых и профессиональных прокуроров, которые в ряде случаев действительно приходили к выводу, что нет смысла без конца бороться за позицию, неправильность которой обнаружилась в суде. Но по громким делам я такого не вспомнил. Ещё, может быть, я задам такой вопрос, но, может быть, завершая эту тему дигитализации, дигитального ТВ, хотя мы видим, что продолжение у неё будет, и по дигитальному делу три, и, видимо, если подадут кассацию, ну вот, Верховный суд. Но вот всё-таки, говоря вообще об этом всём процессе, 2003-й, потом до суда дошло, в общем, где-то, как мы констатировали, 17-18 лет. Это как-то осложняет вообще, не знаю, работу, в том числе, адвокатов, ну и даже, не знаю, обвиняемых, кого угодно. За 18 лет, ну... Адвокатов, ну, мы люди ко всему привычные. Нет, я просто не имею в виду... А вот обвиняемым сложно, конечно, три дня в неделю. Это понятно, но самое главное, что, я не знаю, как может требовать от обвиняемых, нужно иметь очень хорошую память, даже если они говорят правду, только правду. Ну, спустя 18 лет или 19, там, 2002 года, вспомнить какие-то эпизоды. Ведь я к чему говорю, что вот при таком длительном процессе вот это правосудие, да, превращается, ну, не хочу сказать фикцию, это, наверное, было, но как-то это всё уже становится очень сомнительным. Здесь иногда не помнишь, что было до пандемии, если так вот мы делим эту жизнь до пандемии и во время пандемии, а что было в 2002 году, какие обстоятельства, какие нюансы. То есть это какая-то заведомо прогрессная позиция, мне кажется, у всех сторон, да? Там ещё интереснее зачастую, некоторые показания касаются периода 99-го года даже. Ну, подготовки всего этого процесса. То есть, как бы, да, здесь я соглашусь, длительность процесса влияет на качество тех доказательств, которые по делу получаются. И ещё раз, может быть, я излишне эмоционально сейчас в эфире наехал на некоторые средства массовой информации, но это тоже влияет на качество показаний по делу. Подобные вопросы оценивались в ряде дел, рассмотренных европейским судом. Если не ошибаюсь, в деле Дакторес против Литвы вот это тоже оценивается. Влияние общественного резонанса дела на его исход. Ну вот представьте, даёт человек показания в суде, и он знает, что с высокой вероятностью то, что он говорит, будет восприниматься как заведомое враньё, возможно, судом, возможно, обществом, возможно, ещё кем-то. Он будет очень осторожен, и он многие вещи, может быть, не доскажет. Но надо признать, что в нашем деле обвиняемые в основных вопросах ничего не солгали, ни один человек говорили правду. А по поводу длительности, маленькая ремарка, в уголовном процессе ряда стран есть даже нормы, согласно которым слишком давно полученные показания не могут использоваться в процессе. Вот в Швеции есть правило трёх лет, например. Показания трёхгодичной давности. Я считаю это совершенно справедливо. Это другое дело. Мы ни в коем случае не хочу там комментировать. Это, не знаю, по Дёрлу Эмборга, который уже длил столько лет, что уже многие забыли вообще о чём процесс, условно говоря. Думаю, что, возможно, и некоторые его участники. И когда там кто-то говорит, а вот вы что сказали кому-то на собрании акционерного общества, там, какого-то 15 января 1995 года. И свидетель, которому 80 с чем-то лет, он где-то там в Монако живёт или где, он говорит, вы знаете, я уже, в принципе, не помню, что я кому сказал и что я делал вчера, если это не было там день рождения, ну, какое-то знаменательное событие, не дай бог, похороны. А вы мне спрашиваете, там, 15 января 1995 года. И так все тоже плечами пожимают и думают, действительно, это что-то, это что, вообще экскурс в историю или это судебный процесс, да. И это всё тоже превращается в какое-то всё странное вообще мероприятие. Ну, безусловно. Кстати, опять же, и в этом деле мы столкнулись с такого рода проблематикой. Вот судья Юрис Стуканс, который сейчас генеральный прокурор... Ой, совпадение какое, да. Я имею в виду, что... Вот, собственно говоря, он ещё после приговора суда первой инстанции заявил публично, что третью часть показаний и других доказательств в этом деле можно было не проверять. Признал их неотносимость к делу, по сути. Вообще. Да. Ну, и, соответственно, о какой скорости процесса мы можем говорить, если у нас треть доказательств неотносимая. Да. Вот, может быть, так, чтобы мы перекидываем мостик, вот, может быть, от этого дигитального телевидения, в какой-то степени это, наверное, прокуратура квалифицировали какие-то экономические преступления, да, видимо. Ну, да. Да. Сейчас у нас недавно начало работать специальный, специализированный суд, наверное, так можно его назвать. До недавнего времени была специализированная прокуратура. Теперь, видите, есть специализированный суд, экономический суд. Вот он начал работать, первые дела рассматривал. Я так понимаю, что он работает как суд первой инстанции, если не ошибаюсь. Да. То есть, потом дальше уже идёт обжалование в окружном суде. Верно. Да. Вот вы сталкивались, не сталкивались с работой вот этой новой структуры? Как вы оцениваете, была ли необходимость вот в этом суде? Сталкивался уже, естественно. У меня там есть некоторые дела. Но я бы сказал, что я приятно удивлён пока. То есть, говорить о том, что наступила какая-то райская жизнь, наверное, нельзя. Но положительная динамика, наверное, заключается в том, что суд по экономическим делам внимательно относится к процессуальным гарантиям, более тщательно обеспечивает возможность, скажем, собственникам арестованного имущества ознакомиться с материалами процессов об этом имуществе, переданном экономическому суду. И это уже, на мой взгляд, хороший знак. Первая статистика, которая была опубликована о рассмотренных 17 делах, она, конечно, не во всех отношениях утешительная. На мой взгляд, конфискаций многовато. Вот. Но сам факт, что в ряде случаев суд по экономическим делам не согласился с руководителями процесса и полностью либо частично отказался это имущество конфисковывать, показывает то, что судьи всё-таки думают над этими решениями, не штампуют их автоматически. И всё-таки требуют доказательств, что эти средства были добыты преступным путём. Совершенно верно. Поэтому есть определённая надежда на то, что этот суд оправдает своё создание. Вот, пожалуй, я бы ещё сказал, что для укрепления законности в этой категории дел стоило бы возобновить касационную инстанцию по делам о преступно полученном имуществе. Потому что она была поспешна и без достаточных юридических мотивов ликвидирована в 2009 году. То есть, фактически, две инстанции и всё, да? Да. Получается при этом парадоксальная ситуация. Вот есть у нас государство. Единую судебную практику на территории этого государства создаёт Верховный суд. Это относится и к гражданским, и к административным, и к уголовным делам, к общим процессам. Законодатель решил, ну, её, эту касационную инстанцию по делам о том, что ещё создашь юридикатуру, не надо. Да. В принципе, это, наверное, так и было, потому что Верховный суд уже её начал создавать в 2009 году. И оп! Именно почему-то по этой категории дел Верховный суд не имеет возможности создавать какую-то юридикатуру и единую судебную практику. Но мне кажется, это достаточно абсурдная ситуация. Так, из романов кавки немножко. Ну, то есть, фактически получается так, что если всё-таки две инстанции конфискуют средства, ну, говоря простым языком, да? Да. То дальше куда? Никуда. Европейский суд. Европейский суд. Да. Думаю, что эту ситуацию надо было бы исправить. Мы, в принципе, так многие коллеги думают, уже были попытки в этом отношении. Есть директива Европейского Союза, по которой все эти нормы введены в наше национальное законодательство. Так вот, она предусматривает, что обжалование конфискации имущества должно быть минимум в одной инстанции. Получается следующее. Если, допустим, для суда первой инстанции есть этот минимум, окружной суд, то в случае если оба решения о конфискации, тогда по логике должна быть ещё одна инстанция. Ну, в принципе, да. Ну, вот. Так что... Но с другой стороны, кто-то может сказать, что ой, у этих богатеньких, ну, мы говорим, как в обществе обыватели, много... Как обыватели говорят многие, которые не любят тех, у кого есть деньги, наверное, это свойственно человеческой натуре. Ну, и они говорят, ну, хорошо, ну, пополнят государственный бюджет. Ведь мы понимаем, что никакой презумпции невиновности по финансовым делам у нас практически в стране уже нет. Практически, да. И если говорят, что вот мы подозреваем, не важно, обоснованные, нет, подозреваем, что вот эта сумма X – это грязные деньги, ну, говоря простым языком, то вы должны доказать обратное. Не важно, сколько лет прошло, когда вы эти деньги, ну, как бы добыли, там, какие-то акции продавали где-то за границей, ещё чего-то. Сникерсами торговали. Да, сникерсами. Ход 10 лет прошло, ход 12. Едьте туда, там, не знаю, ищите документы. В общем, все сомнения будут трактоваться в пользу того, что надо, так сказать, конфисковать эти деньги. И я так понимаю, что поскольку такая практика относительно недавно у нас в стране, ну, относительно недавно, то никто к такому исходу не готовился. Да, и мы же не... И поэтому, наверное, шансы лишиться этих денег весьма высоки. Достаточно высоки, и это плохо на самом деле. В том числе плохо для тех людей, в основном это, по моим наблюдениям, бюджетники, конечно, которые ратуют за то, чтобы всё у всех отобрать, и чтобы богатые тоже плакали. На самом деле ведь это, по сути дела, убийство курицы, которая несёт золотые яйца. Ну, если есть в стране инвесторы, если они приносят сюда деньги, вкладывают в эту экономику, значит, мы будем лучше жить. А если их не будет, ну, что, наденем лапти и будем танцевать на поле, там, среди папоротников, но на этом мы много не заработаем. Среди столбиков, может быть? Можно среди столбиков, да. Там теперь уже эти гавшки цветочные, так что запасто. А, может, к этому, в общем-то, всё и идёт. Да. Ещё, может быть, такой вопрос хотел бы задать, ещё успеем обсудить, наверное, пандемию, да, но вот как раз о пандемии. Вчера, я понимаю, что ещё будет обсуждение в Сейме, возможность сбора подписи за референдум. Был одобрен Кабинетом Министов законопроект, который подразумевает и введение обязательной вакцинации для трёх категорий от работников. Мы знаем, медики, социальные работники, учителя, и также, по существу, обязывают работодатели, в том числе и в частной сфере, требовать, как это было сказано, обеспечения эпидемиологической безопасной среды. Вот я перевожу, значит, при получении той или иной услуги. Как? То есть, фактически, работник должен быть незаразным, ну, то есть, иметь сертификат. И тот клиент, который приходит очно, тоже. И вот, конечно, я понимаю, что впереди ещё дискуссии. Вот с одной стороны государство вроде должно, как бы, одно из обязанностей государства защитить население. Ну, от военной угрозы, в том числе и эпидемиологической угрозы, да. Вот, наверное, уже никто не скрывает, что COVID-19, ну, это в какой-то степени такая чума 21 века, да, так сказать, по масштабам последствий для экономики. Я сейчас не хочу в медицину вдаваться, да. И с одной стороны, да, вот, государства должны защитить, да. Как сказал вчера премьер, что вот человек, который приходит за получением услуги, он имеет право не быть заражённым этим заболеванием, то есть он приходит куда-то получать услугу, там, не знаю, и он считает, у меня магазин в суд, да, к примеру, давать показания, или полицию давать показания, и он исходит из того, что всё-таки тот, кто с ним будет беседовать, там, представитель государственной структуры или кто, его не будет заражать, что он тоже, не знаю, там, привился, там, сделал тест, приболел, и у него есть подтверждение, с одной стороны. С другой стороны, люди скажут, ну, послушайте, у меня есть определённые требования мои, рабочие, да, служебные, которые я исполняю, претензии к ним есть, мы сейчас даже о частной сфере говорим, о бизнесе, они говорят, нет, вот, я там работаю не знаю, на кассе, в магазине, я работаю, работаю, есть претензии, нет, договор я нарушаю трудовой, нет, не нарушаю, мои обязанности, которые записаны в договоре, да, вот эти служебные обязанности, нарушаю, нет. И тем не менее, вот, законопроект предусматривает и даже вплоть до увольнения этого человека. Ну, что тут можно сказать? Несколько таких значимых тезисов. Во-первых, я всех призываю вакцинироваться. К самому процессу вакцинации, наверное, стоит относиться рационально и без предубеждения. Действительно, хуже от этого в большинстве случаев не будет. Во-вторых, всё-таки, всё-таки, обязательная вакцинация не является наилучшим выходом из всей этой ситуации. Ну, почему бы, например, не пойти другим путём? Вот, там, определить дату, с которой вводится обязательное страхование всех невакцинированных. Объявить, там, условно, с 1 октября все, кто не привился, 5 евро в месяц платят. И мы за эти 5 евро вам обеспечим койки, когда вы будете болеть. Просто? Так это же прекрасное предложение. Ну, надеюсь. Только вряд ли наше радио слушает сейчас господин Каринш, а если слушает, к сожалению, он вряд ли нас поймёт. Вот. Один из вариантов. И предупредить, уважаемые соотечественники, если вы не привились, и если вы заболели, то вас в больницу примут ровно в том случае, если там будут свободные койки. А если их не будет, извините, вы сами выбрали себе такой вариант развития событий. Вот это и будет настоящий либерализм. Не тот, который нам пытаются там с помощью столбиков и разговоров о правах меньшинств продать, а реальный. Потому что реальный либерализм заключается в одной простой фразе, принадлежащей Бернарду Шоу. Свобода – это ответственность. Не хочешь прививаться? Не прививайся. Ну, пожалуйста, заплати за то, что тебя будут лечить. Вот это было бы нормально. А всякие принудительные меры в корне неэффективны. Ну, хорошо, заставите учителей там ещё кого-то прививаться. Пытались, кстати говоря, и адвокатов тоже. Ну, не то, чтобы совсем заставить, но задавали вопрос, не нужно ли сделать, поскольку вы с людьми работаете, обязательно вакцинацию для адвокатов. Мы провели опрос в коллегии. У нас большинство коллег как минимум одну прививку уже получило. Это уже фактически неактуально, да? Ну, действительно неактуально. А если бы кому-то пришло в голову это ввести, вот чем бы мы занимались тогда? Мы бы стали выслеживать коллег, которые не привились, и возбуждать дисциплинарные дела, и исключать из коллегии, вот что бы мы стали делать? Это очень хороший вопрос, тем более даже вот с практической точки зрения. Я думаю, что и адвокаты, наверное, понимают, что просто тогда, если они не прививаются, ну, допустим, они приняли такое решение, у них будет как бы затруднено участие в судебном процессе, потому что не все можно обеспечить с помощью видеоконференции, наверное, да, и как адвокат будет, что каждый раз бегать перед каждым судом тесты делать, да, ну, как-то тоже странно мне. И можно, конечно, и такой способ быть, да, но... Ну, и вообще вся эта идея выдачи желтых билетов всему населению, она как-то забавна. А если о процессах, по опыту могу сказать, да, видеоконференция – это здорово, это лучше, чем ничего, но все равно живая речь воспринимается по-другому. Иногда трудно сосредоточиться на собеседнике, который говорит через видео, труднее воспринять, что он говорит и как, а это для процесса принципиально. Для устного процесса это принципиально. Я хочу до донышка понять, что сказал свидетель, я хочу, чтобы суд меня услышал, поэтому вот вколол я себе два шприца и всем советую, лучше так, чем плохо работать потом. Я сделал то же самое, поэтому тоже могу советовать. Это же называется с нашей стороны бесплатная агитация, не знаю, счет. Абсолютно. Да. Мы можем, конечно, счет послать на здание через парк, которое находится. Да. Мой бы такой последний вопрос, я вам задам так, если можно кратко, вот фактически исчезли вот как такой вот, не знаю, как один из элементов народовласти, исчезли референдумы. Вот на ваш взгляд, это хорошо или плохо? Может быть, я задаю такой риторический вопрос. Я так понимаю, что многие из политиков считают это хорошо, потому что иногда были референдумы чисто популистские, ни на чем не обоснованные. Вот просто какой-то протестный был взрыв общества, да, вот люди там за что-то подписались, и это даже вредно для демократии. Да, вот сейчас у нас после вот этого языкового референдума аж с 2012 года нет никаких референдумов. На самом деле политикам, конечно, без референдумов удобней, поэтому они считают, что это плохо. И раз в четыре года выбора и хватит, и больше никто не беспокоит. Конечно, и с 90-х годов еще постоянно слышу мнение, что на референдумах слишком простыми вопросами, которые задаются избирателям, пытаются решить слишком сложные проблемы. На самом деле надо просто работать над качеством этих референдумов, вот и все, и проводить их чаще. Дмитрий Скачков у нас был в прямом эфире, присяжный адвокат, большое спасибо. Спасибо.